Привет, мои хорошие! Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежные! Я отправляюсь сегодня к протезисту. Любочка меня будет встречать. Ну, возможно, мы с Любочкой зайдем к ней в гости. Посмотрим, как там тетя Маша, как там Даша. Вот. Навестим их. Что сегодня будет делать стоматолог? Посмотрим. Должны быть примерка коронок. Посмотрим. Все, пошли. На улице минус три. Я в легком пальто. Надо как-то присмотреть себе что-то вот на такую погоду. На улице я замерзну, а в метро жарко. Ну да, в Москве морозная погода. Дворники наши. Трудяги. Вот трудяги просто работают. Расчищают площадку. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет, привет. Тоже, тоже? Снимаю, снимаю. Да, молодцы. Замечательные люди. Просто вот золотые. Нам повезло. Ой, ребята, смотрите, как скользко. Кругом лед. Я в таком легком пальто. Но я надеюсь, я быстро добегу до метро. Ой, смотрите, какой ужас. Мама дорогая. Ой, нет, на коньках надо. На коньках. Только бы не грохнуться. В таком возрасте просто костей не соберешь. Ну, здесь сухо, здесь хорошо. Ой, все, поехали. Не-не-не, я не боюсь, не думайте. Ой, все вываливается. Ничего, не полечесная. Дома руками. Не могу, вторая занята руками. Так, мы пришли с Любашей в поликлинику. А, да, мы встретились с Любаней. Две трусихи идут по поликлинике. Ой, не туда. Это что значит? Психоз начался. Да, с томоновой. С томоновой. Какая-то, как кассовая. Ой, тихо. В поликлинике нельзя так смеяться. Только хоть в доме. В доме. Да какая разница. Ой, Любовь. Здравствуйте. Ой, ребята. Их медсестру встретили. Вот. Любашка в этой безрукавочки. В леггинсах. Молодец. Хорошо выглядишь, солнышко мое. Мордашка свеженькая. Люба, я тут хочу. Пей. Давай. Ну, за что? Только она у меня не холодная. Ой, нет, тогда не хочу. Я тебе принесу, сейчас попью. Я сама схожу. Вот, 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 вот так здесь. Вот там вот касса. А вот здесь. Ой, сейчас пойду за водичкой. Сажу и покажу вам. А вот здесь работают техники. А вот здесь можно водички попить. Глядя. Мамочка дорогая, как много. Ой. Много стаканчиков. Сейчас лишнее положим. Голубенькая, холодная. Попить хочу уже. Не пролить бы. А, ну да, горяченькая можно добавить точно. А то зубы. Смотри. Искусственные зубы не болят, Люба. Нет, все равно надо беречь. От холода все портится. И искусственные тоже. Давай. Напились, теперь не хватает еще описываться. Пошли из кабинета. Сейчас я... Нет, а это не видно, Любаше. Да, сейчас я оплачу оставшуюся сумму. А дома в специальном видео о моих зубах я вам расскажу, что мы решили. Сегодня мы с доктором поговорили. И приняли оптимальное для меня решение. Ну, расскажу, короче, потом. А Любашка со мной была, потому что она моя подружка. В общем, мы с ней вместе, да. Мы с Тамарой ходим. Что потеряла? Платок у тебя мой? Да. Какая у нее фитюлька. Для тяжести. Слушай, а помнишь тогда вот эти вот цепочки были на канализационных затычках в ванной руле? Ты зашла в туалет. Губки покрасить. А то я такая смешная, безгубая. Ребят, смотрите, что заметила. Ну, в общем, это очень чистенько везде. Бактерицидное мыло для мытья рук без запаха. Даже стоит зубная паста. Диспенсер торг, чтобы вытирать ручки. Вот это вот очень понравилось. Бумага всегда есть. Очень чистенький унитазик. Ну, я не знаю, надо это показывать или нет. И понравилось вот это. Это диспенсер торг с одноразовыми прокладками на унитаз, если вдруг надо. На подоконнике цветы. Здесь цветы. Все чисто, аккуратно и очень хорошо пахнет. Ну, а теперь надо накрасить губки и отправляться с Любашкой. Ой, не говори. Ой, Любанечка, как хорошо, а? Примерили, как сапоги, да? Тут подрезать, там подрезать. Не, ну они как-то сразу сели, Люб. Раз и сели. Две короночки. У меня там же. Ага. Мы сейчас пойдем с Любашенькой где-нибудь посидим, мороженица поедим, поболтаем. А мы с ней все время скучаем друг без друга, да, Любанька? Конечно. Нам все время как-то скучно. Хотели на дачу поехать, не получать? Может, на дачу поедем как-нибудь? Ну, дом опять растапливать, он остыл. Я знаю. Я знаю, говоришься. Ну, он не настолько остыл, что мы приехали. Было даже 20 с лишним. Да. А сейчас как бы... Сейчас он быстрее растопится, да. Первый день, когда минус. Угу. Поэтому нет вот такой... Надо поехать, знаешь, когда, да, чтобы там пожить, а после нас Борис собирается прийти. Да, да, да. Он уже собирается на дачу. Ну, тогда давай подождем. Да. Туда идем? Туды? Сюды? Туды. Туды. Ну, пойдем туда. Туды. Хороший день сегодня такой. Он то пасмурный, то солнечный, да? Хороший денек. Как мама моя говорит. Солнышко на морозчик. Солнышко на морозчик. Солнышко уже на весну. На морозчик. Ты рассаду будешь сажать? Да. А совсем не будешь? Я посадила, но посадила рано, Люд. Понимаешь? Рано. Я обычно сажаю не раньше 10-го. Но дело в том, что я еще буду сажать 10-го марта. Опять все то же самое. Почему? А я хочу сравнить. Я вот знаю, что сажая в феврале, рассада вытянется. Люба, вытянется. Нет, что касается перца, нет, не вытянется. Я говорю, вот посмотрим. Давай посмотрим. Я потому что перец сажала всегда 30-го января. А у тебя бывало так, что ты прям с цветами рассаживала перец? Нет. Не было? Нет. А с бутонами? Нет. Понятно. Просто большие кустики. У меня тоже нет. Не было. Я в торфяные горшочки их потом пикирую, и эти торфяные горшочки туда втапливаю, и он не болеет. Только донышко подрезаю, торфяного, и все. Они не болеют таким образом. Да, улица Удальцова. Вот. Удальцовские пруды. Люба, а здесь не купаются, да? Нет. Нет. Здесь раньше моржи были. Моржи в смысле люди? Да. Пророк делали. Ну, а потом что-то не то. Вода стала пробу брать и плохая. И моржевание это все прекратилось. Ну, это где-то в 80-х годах были моржевания. Знакомый кум моржевал здесь. В 80-х годах. Как хорошо прогуляться. Погода замечательная. Главное, ветра нет. Да. Я не люблю, когда ветра нет. А когда ветра нет, это сказка. Наш район, он вообще самый продуваемый район. Он находится выше, чем на Ямецкие горы. Почему здесь и две олимпийских деревни практически рядом. Ну, разница, наверное, два километра. Одна в конце улицы Удальцова, это юношеская. А вторая на Мичуринке, это 80-е годы Олимпиады. А сейчас там вообще живут или что там, гостиницы? Нет, не гостиницы, а строили сразу, как жилые дома. И потом их раздавали очередникам. А, я думала, продавали, нет? Нет, нет, нет. Это там хорошие квартиры? Может быть, вот эти, когда уже продажа пошла, может быть, эти какие-то продавали какой-то процент новую. Мы её называем новой олимпийской деревней. А те, которые в 80-е, точно все пошли по очередникам. Потому что у меня там даже много знакомых получили квартиры. Но это была же квартира? Хорошая квартира? Да, да, квартира очень хорошая. У нас в той олимпийской деревне, в новой. А Настя в школу ходила, там гимназия шикарная, до Питера. Любаш, а вот это что за здание? Смотри, странно, стоит на ножках, прям страшно, ей-богу. Ну, он практически около пруда, но это гостиница НГУ. А, гостиница или общежитие? Ой, общежитие. Я, честно говоря, думала, что это гостиница какая-нибудь. А вот второе здание они потом уже построили, серое тоже. Это тоже общежитие НГУ, да? Да, тоже общежитие НГУ. Слушай, смотри, как интересно, холм посередине, да? Насыпной. Да, а там что? Открылась. Что-то вон, коммуникации какие-то, видите, зелёные. Да, вижу, вижу. Вентиляция. Может быть, там какой-то подземный гараж для этих домов? А, может быть, может быть, да. Потому что это новые дома. Угу, интересно. Здесь вот это тоже новые совсем дома. Вот эти с зелёными, да, рамами? Да. И тоже фактически пруд кончается. И всё это... Ну, вообще странно. Пруды... А это искусственные пруды, да? Я думаю, что они всё-таки проточные. Нет, искусственно созданные человеком или нет? Нет, нет, нет. Естественные, да? Да, я так думаю, что они естественные, потому что всё уходит в трубы, а потом через проспект Вернацкого там ещё и пруды, и речка есть. А-а-а, в парке. Поняла. Там же... Я из метро выходила, видела, что там парк. Парк 50 лет октября. Действительно, какой-то очень странный торговый центр. О, десерты, смотри. Тирамису. О, нет, донат такой не хочу. Пойдём. Пирожки яблочные. Решили с Любашей посидеть в KFC. Нет, позволять себе ничего не буду лишнего. Пойдёмте, моя хорошая. Поднимаешься, солнышко? Да. Выбирай. Распятую. Это кола, это коктейль. Это всё тебе? Да, это мне, я знаю. И картошка тоже мне. Нам по пирожку с Любани, Любашке ещё мороженое. Мы взяли вот такой баскет. Но я крылья не буду, ноги я не буду. Это всё Любани. Она захотела. Нет, нет, так и честно. Это очень много. Люба, я решила вести здоровый образ жизни. Вот это здоровый образ жизни? Ну, это коктейль. Вот это самое страшное. Я знаю, я знаю. Ну, я пройду сначала чистку, вот это, знаешь, как канализационные трубы, а потом вот это попробую. А это не пробовала никогда, да? Здесь я коктейль не пробовала, да. Здесь не пробовала. Мы сели с Любашечкой у окна, и вот тут наблюдаем, как будет строиться, уже строиться метро, да? Метро, метро, метро проспект Твернадского. Большое кольцо. Ну, даже если я съем одно крыло, ребят, да, это нога. Это для тебя. Ой, слушай, здесь так много, Люб. Ну, ты сама сказала, ты сама сказала, баскет 16 крыльев. А почему тут нога? Если я думала, что тут одни крылышки. Вот, смотри, опять нога. Нет, это крыло, это плечо. Это в панировке плечо. А Люб, это вот соус, не забудь. Это вкусно. Стекло здесь, конечно, грязноватое немножечко в кафе, ребят. Ну, вот то здание, которое я вам показывала, плоское-плоское. Издалека оно казалось плоское, как телевизор. Ну, с этой стороны оно, конечно, уже не такое плоское. И поближе мы с вами видим. Ну, все равно узкое. Солнышко село. Да, все равно узкое, конечно. Солнышко село, мы с Любанечкой полакомились немножечко. Ну, мы не все съели, сразу могу вам сказать. Да, что ты что-то рассказываешь. Два пирожка мы... Нет, мы добавку еще купили. Ну, Люк, что-то вы думаете, что не слышите вы ели. Да ну тебе, ты рассказываешь. Съели мы не съели. Нет, а я потому что обещала им, что я не буду лопать, как ночная жирушка, как раньше. Мы с тобой такое ведро этих крыльев взяли. Поэтому я объясняю, мы с Любочкой съели по два крылышка, остальное теть Маше забрали, пирожки и теть Маше забрали. Ну, правда, мороженые коктейли мы с ней скушали сами. Полакомились. Держим себя в руках. Да, мой сладкий? Ну, мы сегодня ужинать не будем. Да? Да. Ты себе обещаешь? Да. А я себе нет. Ну, ты да легкий сделай ужин. Не, Любаш, сейчас, на данный момент я кушать не хочу. На данный, да, вечером захочешь и будешь? Ну, смотря что. Я сейчас по дороге зайду, куплю огурцы. От них пользы никакой, одного, да? Да. Не, не, с обжираловкой закончено. Я тоже надоедаю апельсинчики, яблочки, груши и мандаринчики. Я просто иду в холодильник, беру свежий огурчик, посолю половиночки и хрупую на ужин. Как ты относишься к сыроедению? Плохо. Почему? Ну, это исключить все и есть одно сырье? Ну, да, но не сразу. Ну, как сырье? Натертую морковку, свеклу, фрукты. Нет. Ну, я язвенник, во-первых, а во-вторых, это уже очень себя ущемляет. Я что-то. Ну, а я как-то задумываюсь над этим. Нет, не обязательно. Понимаешь, особенно если это будет резко, тебе будет голова кружить. Нет, ну зачем резко-то? Плавно надо сделать. Вот так плавно. Ну, добавлять побольше салатов, отварную курочку. Это да. Я-то думала просто сесть на овощи и на фрукты в сыром виде и больше себе ничего не позволять. И завалиться где-нибудь весной в кустах. Я не знаю, я как-то на это вот, понимаешь? Нет, я же, ты знаешь, я вот, например, макароны для меня не надо. А я люблю с сыром. А мне ни с сыром, ни без сыра мне не нужно. Я пила какую-то такую очма, что называется. Нет, нет, нет. Я видела вроде название какое-то такое, типа очма. Вот, скорее всего, очма называется. Это макароны с сыром и сделаны как вот это вот, с мясом-то. Запеканка? По типу запеканка, так не запеканка. Как-то еще называется так. По названиям вообще барана-барана. Выскакивает порой. Лазанья. Лазанья. А это вот тесто-сыр, тесто-сыр. Получается слоенка такая. Купила это чему и говорит, мам, ну попробуй. Ты же любишь все пробовать. Я говорю, да я просто знаю, что тут я говорю, сыр и макароны. А когда вот, там, например, густрицы, что-то такое, я же не знаю вкус. И мне хочется попробовать. Именно попробовать. А вот, я такая, любите дегустики, дегустики. Я говорю, ну макароны с сыром, пусть они красиво, там, аппетитно сделано, все, прям, в коробочках, все. Как же называется сейчас штучки-то всякие. Ну ладно, это здорово. Там и пиццы, и пироги, и все-все-все-все-все-все национальные всякие. Ну не важно, ладно, да, не вспомним. Ммм, а ей нравится, когда вот лодочка такая из теста, и там яичко сделано, тоже как это называется. Ачапури. Не-не-не, яичко. Яичко, забыла, забыла тоже как называется. Но их Ачапури. Мне нужно зайти в торговый хобби гипермаркет Леонардо. Там снимать нельзя, но я попробую. Вряд ли что у меня получится, но я попробую. Ничего я вам не успела показать в Леонардо, мои хорошие, потому что очень быстро нашла то, что мне надо было при помощи продавца. И вышла оттуда. Ну, домой приду, покажу, что я купила. А сейчас на трамвае домой, как раз мой трамвай идет. Еще и пробежаться придется. Долго мы с Любашкой засиделись в кафе. Я вернулась, когда уже поздно. Я вам обещала показать, что я купила в Леонардо. Сейчас я покажу. Вы уже знаете, что на выставке «Формула рукоделия» я купила вот такой набор «Попертоль». Казалось бы, бери и делай. Больше ничего не надо. Но это не так. Как для любого рукоделия обязательно нужны инструменты для того, чтобы сделать вот такую красоту. Ну, без инструментов не обойтись, это совершенно точно. Значит так, что я купила в Леонардо. В Леонардо я купила нож. Называется «Нож для художественных работ». Вот такой. Потому что нужно вырезать картины не ножницами. Я тоже по наивности думала, что просто ножницами. Нет, решила взять вот такой вот, но он не очень дорогой по сравнению с остальными ножами. Острый нож. Это раз. Дальше. Для того, чтобы зарисовывать белые края, я вынуждена купить фломастеры. Потому что фломастеров у меня не было. Для того, чтобы выполнять... Сейчас, ребят. Вот подгибать лепесточки. Лепестки разные. Мелкие, мелким инструментом. Крупные, крупным. Чтобы они были объемные. Чтобы они были рельефными. Ничем другим, кроме как вот такими приспособлениями, этого не сделать. Вот видите какие? Мелкие шарики наверху. Внизу крупные шарики. И обратный пинцет. Так что вот такие вот дела. Называется набор для творчества. Диаметр шариков 3,8, 2,6 и 1,5. И плюс пинцет. И вот тут показано, как делать, ну, там, например, какие-то розы из глины, еще из чего-то. Но точно такой, из пластики. Вот написано из пластики. Вот набор инструментов для создания бумажных цветов и работы с пластикой. Бумажных и пластики. Я буду работать с бумажными. Вот это понадобится. Понимаете, еще неизвестно, что у меня получится и получится ли, понравится ли мне это. Но это необходимый инструмент. Также я купила в Леонардо. Для этого нового, надеюсь, нового увлечения. Вот такой мат. Мат для резки. Мат плотный. Нож его не прорежет. Взяла себе маленький мат, чтобы попробовать собрать вот такую картину. Попертоль. Вот как-то так. По-другому никак. Мы очень часто на выставках формулы рукоделия берем себе что-то. Вот, сейчас мы возьмем и сделаем. Даже если вы берете схему для вышивки или набор для вышивки, вам все равно понадобится пяльца, иголка, ножницы. Ну, и для этого нового увлечения тоже, в общем-то, мне нужны были инструменты. И я их взяла. А, ребята, а здесь еще вот чехольчик, оказывается, есть. Чехольчик. Куда эти инструменты можно будет сложить. Не знаю, станет ли это моим увлечением, но без подсобных инструментов не обойтись. Вот такие покупки я сегодня сделала. Вот и все. Там в магазине снимать не могла, там очень агрессивные сотрудники. Снимать они не дают, но я, честно говоря, и не пробовала. Однажды я столкнулась с непониманием, в бутылку не полезла, просто выключила камеру и ушла. Так что вот так. Вот такой сегодня был день. С Любашей поболтали от души. Хотели мы с ней запланировать поездку на дачу, но пока не будем. Пока не будем, там нужно прогревать дом. Наверное, чуть попозже. А может и поедем. Там посмотрим. А на этом все, мои хорошие. Я сегодняшний блог хочу закончить. И хочу пожелать вам всем-всем хорошего настроения. Спокойной ночи. И доброго утра завтра. Пока, мои хорошие. Пока, пока. Уже выключила камеру и вспомнила, что не сказала. Ребята, кто хотел посмотреть, какие тапочки я валяла, я посмотрела фотографии. Я валяла тапочки в 15-м году. И курсы я проходила тоже в 15-м году. Тогда я видео не снимала. Я сейчас сняла небольшое короткое видео о тапочках. И фотографии тапочек в 15-м году, когда они были еще новые, покажу. Ну и сейчас вы увидите, какие они тапочки стали сейчас. Ну, это будет в следующем видео. Все. На этом точно все. Пока-пока. Так, Люба, ты розу выбросишь когда-нибудь или нет? Она уже завяла. Надо выбросить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.